приветствую вас дорогие наши зрители сегодня мы приготовили для вас кое-что необычное ранее мы вам показывали и рассказывали про грузовики и запчасти scania про то как устроены коробки передач и двигатели про то как можно приобрести запчасти scania из европы с хорошим остаточным ресурсом но сегодня мы вам расскажем про то что такое компания scania и в ближайшее время вы узнаете как маленькое подразделение по производству велосипедов и компания по строительству железнодорожных вагонов стали прародителями компании scania что означает слово scania и откуда голова грифона на логотипе компании как пожар который уничтожил все производство помог спасти компанию от краха в послевоенное время 30-х годов когда и почему грузовики scania ездили на древесном угле благодаря чему и кому компания scania вырывается в лидеры среди грузовиков после второй мировой войны и приобретает сначала европейскую известность а потом и мировую как в конце 60-х годов компания scania объединилась с компанией saab и чем все это закончилось за что компания scania получила штраф в размере 1 миллиарда долларов и почему компания scania на данный момент является одним из мировых лидеров на грузовом авторынке что большинство людей знает про такую страну как швеция то что там когда-то жили викинги это что там была основана компания икея которая делает мебель со странными названиями да не густо швеция а правильнее сказать королевство швеция это крупнейшее государство на севере европы на скандинавском полуострове население этой страны составляет чуть более 10 миллионов человек и это самая крупная скандинавская страна занимает пятое место по территории среди европейских стран имеет собственный язык граничит с норвегией и финляндией и омывается водами балтийского моря участвовала за свою историю в ряде войн и сражений в каких-то из них побеждала в каких-то проигрывала а когда-то занимала нейтралитет и выживала как могла но про вторую мировую войну чуть позже ну вот теперь вы знаете чуточку больше не могу конечно гарантировать что после этого вашей жизни что-то изменится но если вы хотите знать больше информации в описании мы оставили все ссылки на источники которые мы использовали в подготовке этого видео вы меня спросите зачем ты нам рассказываешь историю швеции где история марки скане объясняю для того чтобы у вас сложилось более полное представление о марке скане нужно иметь представление о том кто ее создавал и при каких обстоятельствах ну а теперь к тягачам как любое что-то большое начинается с малого так и крупный автогигант начинал с производства велосипедов и железнодорожных вагонов в 1891 году в городе сэрдертелье образовалась компания по производству железнодорожных вагонов вабис во второй половине 19 века швеция активно экспортировала лес металл и разную сельскохозяйственную продукцию государство активно помогало развитию в экономике они брали за рубежом кредиты и на эти кредиты у себя в стране строили железные дороги такая возможность открыла торговлю большими объемами продукции ну что ты там увезешь на своей телеге 10 мешков картошки пару ящиков фруктов и пьяного кучера а на поезде эти же объемы можно смело умножать на 10 ну и кучера естественно и рынок обслуживания железных дорог швеции настолько был переполнен что компания вабис начинает рассматривать новые сферы развития в 1897 году конструктором густавом эриксоном был создан прототип первого шведского автомобиля вабис аккар а через год компания начала серийно выпускать легковые авто к сожалению первое шасси не было сохранено в первозданном виде но благодаря энтузиастам его воссоздали и даже не в одном экземпляре первая реплика находится в музее искания с эрдер телье в начале 20 века компания вабис налаживает выпуск своего первого грузового автомобиля он имеет уже бензиновый двигатель мощностью 12 лошадиных сил просто гонка пушка вещь параллельно этому в 1900 году английская велосипедная компания хамбер основывает на юге швеции в промышленном центре мельме в регионе сконы свое подразделение машиностроительная фабрика скона кратко скане да именно с этого момента появляется название компании и логотип в виде велосипедного шатуна в центре которого изображена голова грифона откуда же взялась голова спросите вы все просто у региона скона есть свой герб и отгадайте что на нем изображено верно та самая красная голова грифона вот так гордо подчеркивая географическое расположение компании был создан маленький знак который спустя много лет знает весь мир всего один год понадобился маленькому подразделению чтобы из его цехов выехал несколько мотоциклов и легковых автомобилей правда на французских запчастях но концу года благодаря инженерам был создан первый оригинальный автомобиль скане это была маленькая легковушка с французским мотором и случилось это в 1901 году а еще через год компания скане изготавливает свой первый полуторатонный грузовик далее компания скане работает в направлении грузовиков увеличивается не только мощность и грузоподъемность но и объемы производства сначала выпускается 8 грузовиков модели и л грузоподъемностью до трех с половиной тонн он имеет цепной привод задних колес и литые резиновые шины вскоре добавляется модель и л мощностью 24 лошадиные силы всего их было выпущено 12 штук концу первого десятилетия 20 века была выпущена модель уже с грузоподъемностью на 5 тонн и мотором 5,3 литра мощность этого мотора было 30 лошадиных сил кстати именно в то время скане продает свой первый грузовой автомобиль на экспорт и куда бы вы думали ну конечно в россию а конкретнее в санкт-петербург это была модель и л с оборудованием для обслуживания и ремонта подвесной контактной сети трамваев вместе с грузовиком тогда были поставлены первые образцы мобильного противопожарного оборудования и морские двигатели марки скания скания делала акцент на выносливости и качестве своих автомобилей чем отлично себя зарекомендовала на рынке в результате растет спрос и компания сталкивается с такой трудностью как нехваткой производственных мощностей параллельно этому финансовые трудности испытывает завод по строительству железнодорожных вагонов вабис и в итоге 29 марта 1911 года два крупных шведских завода объявляют о слиянии в итоге появляется торговая марка скания вабис объединение было очень перспективным производство сразу делится на две части в мальмо продолжают выпускать автобусы грузовики и специальные пожарные машины а в сардер телье легковые авто в 12 году из цехов выезжает первый автобус под брендом скания вабис но все успехи огорчает трагедия в 13 году двадцатого века на заводе в сардер телье происходит крупный пожар который уничтожает почти все оборудование к счастью руководство компании не опускает руки а наоборот закупает самое новое и передовое оборудование того времени кто мог подумать что страшный пожар обеспечит успех компании во время первой мировой войны когда скания вабис получает крупнейшие правительственные заказы для армии в последующие годы компания делает акцент на производстве грузовых автомобилей и морских двигателей работающих на спирте параллельно в датском подразделении начинается производство моторов в 8 которые были разработаны специально для легковых авто всего было выпущено 25 автомобилей среди которых кареты скорой помощи каждый год компании выпускает что-то новое так в семнадцатом году двадцатого века был выпущен самый большой и дорогой легковой автомобиль скания вабис тайп 3 только вдумайтесь 5 литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 55 лошадиных сил я вам напомню что на дворе 1917 год всего было выпущено 55 таких автомобилей в основном самой дорогой комплектации лимузин через пару лет на модель type 2 уже в штатном порядке будут устанавливаться электро фары и электро стартер так сказать модель постиг рестайлинг но мы с вами понимаем что тогда еще таких слов не знали вместе с тем война заканчивается и заканчиваются госзаказы в результате чего швеция да и все страны участников той войны впадают в большой финансовый кризис он очень затяжной с той войны не вернулась треть населения европы лишь только две страны америка и япония чувствуют себя хорошо и активно начинают развивать свою экономику но не европа в европе все плохо там выходят массовые забастовки там падает спрос на грузовики в результате чего в 1921 году компания скани вабис объявляет себя банкротом обанкротившиеся предприятия выкупает семья валенбергов владеющий стокгольмским банком это такая влиятельная семья в швеции которая владела колоссальными долями в крупнейших предприятиях страны первое что они делают это серьезно меняют программу производства значительно сокращается производство и меняется его структура инженером августом нильсеном разрабатываются новые коммерческие автомобили и автобусы через год компания поставляет первые 15 автобусов для шведской почты особенностью которых стало наличие гусеничного движителя на задней оси и лыж в качестве управляющих элементов это вам не бентли на гусенице то что сейчас делают блогеры было придумано давным-давно кстати благодаря этому заказу компания остается на плаву затем нильсон получает патент на свой карбюратор который значительно экономил топлива а также начинает разработку двигателя который мог работать на смеси технического спирта и бензина последующие годы для компании будут очень тяжелыми настолько тяжелыми что они вынуждены отказаться от производства легковых автомобилей и полностью закрывают завод в мальмо все производство переезжает все д'артелье все эти действия а также акценты на качество позволили компании через несколько лет выйти из долгого финансового кризиса покупатели не устраивал продукции привозимые из-за границы они требовали более индивидуального подхода и компания scania vabbis такой подход обеспечила например расположив двигатель не в передней части а под водителем в своих автобусах бульдог они смогли получить дополнительно несколько пассажирских мест что сделало эту модель уникальной и более привлекательны на рынке еще одной инновации стала установка в кабины грузовиков редких для того времени приборов таких как спидометр одометр температура масла и часов с приходом 30-х годов 20 века на рынок врываются дизельные моторы они были гораздо экономичнее чем бензиновые и компания scania начинает работать в этом направлении в 1936 году они выпускают свой первый дизельный предкамерный мотор это было 6 цилиндров и 120 лошадиных сил еще через пару лет они его доработают в результате компания scania станет первой в мире кто запустит линейку производства 4 6 и 8 цилиндровых моторов при сборке этих моторов использовались универсальные компоненты это положило начало модульной системе scania в основе этой системы была скорость и простота в обслуживании и ремонте моторов более мощные моторы позволяли производить грузовики с большей грузоподъемностью так появились двух и трехосные грузовики с полной массой до 10 тонн в это же время начинается вторая мировая война несмотря на то что швеция занимает нейтральную позицию в этой войне компания scania в обе становится оборонно-ориентированной компанией из ее цехов выезжают легкие танки артиллерийские установки и бронетранспортеры грузовики тоже производились они также пользовались спросом у военных многие машины оснащались газогенератором который производил горючий газ это шведское изобретение благодаря которому в качестве топлива использовался древесный уголь несколько лет войны позволили накопить бюджет который в дальнейшем компания использовала для того чтобы произвести улучшение и таким образом маленькая компания превращается в крупномасштабное предприятие с окончанием второй мировой войны компания scania vabbis выпускает две новые серии грузовиков принципиальным их отличиям от предыдущих серий были новые моторы с непосредственным впрыском это позволяло экономить до 25 процентов топлива компании удалось сохранить главный исторический принцип надежность эти моторы могли пробегать без капитального ремонта двигателя до 400 тысяч километров война закончилась и люди и заводы переходили к мирному производству границы торговые открывались и компании соответственно нужны были новые каналы сбыта продукции так в нашей истории появляется компания volkswagen scania vabbis становится официальным представителем volkswagen в швеции и распространяет на тот момент самые популярные легковые автомобили volkswagen juke взамен получая дополнительные каналы сбыта собственной продукции в пятьдесят пятом году двадцатого века ежегодное производство превышает полторы тысячи экземпляров это в пять раз больше чем в довоенное время европейская популярность привлекает новых дистрибьюторов и марку начинают продвигать не только в европе но и по всему миру благодаря голландцу андриану бернцу который отвечал за сбыт за пределами швеции в 1956 году открывается производство в бразилии грузовики и автобусы марки scania vabbis отныне стали появляться в разных уголках света конец 60-х компания выпускает один из самых своих популярных грузовиков scania vabbis серии l75 в этом капотном грузовике установлена пневматическая тормозная система и новая пятиступенчатая синхронизированная коробка передач грузоподъемность выросла теперь это 20 тонн под капотом новый шестицилиндровый дизельный мотор с непосредственным впрыском объем его 10,3 литра а мощность 165 лошадиных сил в будущем именно это серия ляжет в основу всех современных грузовиков scania вслед за этим компания разрабатывает не менее культовую вещь первый турбодизельный мотор объемом 10 литров в дальнейшем этот мотор будет доработан до версии 11 литров благодаря своим характеристикам топливной экономичности и мощностям этот мотор станет легендарным и его будут производить вплоть до 98 года scania станет первой кто в европе начнет устанавливать кабины на резиновые опоры до этого момента компания была сконцентрирована на производстве грузовиков капотных но из-за ограничений введенных в западной европе на длину транспортного средства компания была вынуждена сосредоточиться на производстве грузовиков где кабины ставится над мотором с выходом серии l76 особую популярность получает грузовик lb 76 его еще в простонародье назовут летние scania все из-за того что в летнюю жару чтобы мотор охлаждался лучше нужно было открыть специальный лючок в передней панели на этом же грузовике впервые scania применит пружинную подвеску водительского сидения а гидроусилитель руля уже будет идти в стандартной комплектации на всех грузовиках с ростом популярности руководство компании scania в abyss принимает решение что нужно создавать сеть филиалов по всему миру так появляется завод в нидерландах с конца шестидесятых водительское рабочее место становится главным приоритетом при разработке грузовиков было проведено очень много работы по улучшению отопления и вентиляции кабин вишенкой на торте становится запуск производства легендарных моторов в 8 первым v-образным восьмицилиндровым дизельным мотором становится турбированная модель ds 14 объемом 14 литров и мощностью 350 лошадиных сил главной целью инженеров этого мотора была работа на низких оборотах и они эту цель достигли это существенно повысило долговечность и экономичность этого мотора а также снизила шумность сочетание мощности и крутящего момента с одной стороны и долговечности с другой поистине сделали этот мотор легендарным не зря он получил прозвище король дорог такая высокая активность скане и вабис не могла оставаться незамеченной и компания привлекает к себе внимание крупного шведского промышленного игрока сап авиация и автомобилестроение усап тогда дела шли не очень в послевоенные годы никому не нужны были военные самолеты в таком количестве и компания была вынуждена переключиться на производство легковых авто объединение произошло в сентябре 69 года отныне сабу не нужно закупать моторы у британии и они начинают использовать двигатели scania параллельно этому с логотипу навсегда уходит в историю надпись вабис теперь на все грузовики клеится привычный нам сейчас надпись scania грифон кстати тоже с логотипа пропадает но на время позже в 1984 году у компании saab scania появляется общий логотип где отображаются обе надписи и в центр возвращается голова грифона такие логотипы клеились как на легковые автомобили так и на грузовые 70-е годы запоминаются тем что компания выпускает так называемое первое поколение грузовиков тягачи представлены как в капотном так и в бескапотном исполнении появляются новые опциональные функции такие как кондиционер и омыватель фар обогрев сидений теперь идет в штатной комплектации в конце 70-х компания чувствует себя отлично спрос на грузовики растет а вместе с ним растет и производство в разных уголках мира открываются новые заводы аргентина сша мексика перу австралия и это далеко не полный список тех стран где начинается выпуск тягачей scania в результате объем производства за четыре года возрос с 15 до 22 тысяч автомобилей переломным моментом в истории фирмы scania становится 80-й год обозначивший стремительный рост авторитета компании scania становится мировым лидером в производстве тяжелых грузовиков с началом 80-х годов стартует выпуск новой второй версии тягачей scania они представлены тремя моделями 82 112 и 142 с моторами на 8 11 и 14 литров соответственно переход на модульную систему кабин приводит к смене их индексации отныне грузовики с индексом p выпускаются для местных перевозок а r для магистральных грузовики с капотным исполнением кабины получает индексацию т модельный словарь scania дополняется буквами м h и е которыми обозначается исполнение шасси и его приспособленность к обычным тяжелым или особо тяжелым условиям эксплуатации еще через год компания scania станет первой кто выпустит тягач с механической коробкой передач на которой будет установлена система автоматического переключения эта система в дальнейшем позволит использовать электрические приборы на трансмиссиях грузовиков по всему миру параллельно в этой же серии будут устанавливаться новые безопасные кабины которые прославили марку scania по всему миру и в 1989 году компания scania впервые получит премию грузовик года все последующие годы и инженеры и конструктора компании scania работали лишь над одной целью над увеличением мощностью и параллельно снижением расхода топлива и они с этим отлично справились с приходом 90-х компания вводит ряд инноваций первое новая кабина scania streamline с плавными обтекаемыми линиями значительно улучшенной аэродинамикой который позволяет экономить топливо на пять процентов второе это появление нового двигателя в 8 первый мотор преодолевший барьер в 500 лошадиных сил в девяносто пятом году концерн саб scania распадается scania остается самостоятельным акционерным предприятием а половина компании саб уже принадлежит general motors в дальнейшем саб будет полностью поглощен американским автогигантом ну и по традиции к 2011 году доведен до полного банкротства обороты же scania возрастают до рекордных 42 тысяч машин в год только вдумайтесь в эту гигантскую цифру у компании уже такие обороты что серии выпускается не раз в 10 лет а куда чаще и во второй половине 90-х презентуется новая четвертая серия scania выход 4 серии переворачивает стандартные и шаблонные представления о грузовом коммерческом транспорте грузовики массой от 18 до 48 тонн теперь предлагаются более чем в 300 модификациях шасси в двух трех и четырехосном исполнении с разными двигателями новые грузовики получают 11 вариантов исполнения кабины самым комфортным среди которых становится топ-лайн с двумя спальными местами индекс l получают все грузовики для магистральных перевозок индекс d для местных индекс c весь строительный автопарк а индекс g грузовики для тяжелых дорожных условий в 1996 году 4 серия scania получит премию грузовик года за высочайший технический уровень и совершенство а в 2000 году компания scania выпустит свой миллионный грузовик с началом нового тысячелетия ежегодное производство scania возрастает до 50 тысяч единиц техники доля автомобилей на дорогах европы не менее 15 процентов в условиях жесткой конкуренции и из-за ошибок руководства почти 14 процентов акций уходят в руки главного конкурента шведского volvo а в дальнейшем и добивается до 70 процентов акций все уже тогда были уверены что компания scania станет дочерним предприятием компании volvo но весной 2000 года еврокомиссии наложен запрет на это слияние на этом изменения не заканчиваются в 2008 году в результате мирового финансового кризиса volvo сами становится банкротом из-за чего утрачивают контрольный пакет акций scania который в 2009 году уходит в концерн volkswagen group это спасает компанию scania от участие volvo которые в результате остаются под руководством китайцев но на этом черной полоса не заканчивается почти через 10 лет компания scania получит штраф в размере одного миллиарда долларов за участие в сговоре с другими производителями грузовых автомобилей такими как man даймер и века volvo дав по заявлению еврокомиссии вышеперечисленные компании на протяжении 14 лет договаривались о ценах на грузовики чтобы переложить расходы по экологическим нормам на плечи покупателей все компании кроме scania признались в преступлении их штрафы были сокращены на 10 процентов общая сумма которых составила почти 3 миллиарда евро scania заявили что не принимали участие в картеле и не договаривались о фиксации цен а компания собирается обжаловать решение еврокомиссии в суде несмотря на это на сегодняшний день международный концерн scania на мировом рынке представляет основные три вида продукции грузовые автомобили городские и туристические автобусы а также промышленные и судовые дизельные двигатели тягачи 5 и 6 поколения ежедневно отправляются в рейс и перевозят миллионы тонн продукции на заводах scania по всему миру работают около 38 тысяч сотрудников из них около трех с половиной тысяч заняты научно-исследовательской деятельностью в области новых технологий а тягачи отвечают самым современным требованиям экологической безопасности максимум надежности производительность и экономичность вот три кита на которых строится да и всегда строилась производство дизельных моторов scania вот так компания которая начинала со сборки велосипедов пережила крупный пожар две мировые войны выставила в ряде финансовых кризисов смогла дойти до наших дней и не потерять своего имени пока мы готовили данный фильм мы узнали много нового и интересного мы постарались донести до вас то что считаем важным и познавательным мы очень переживаем понравилось вам или нет поэтому обязательно напишите свое мнение в комментариях и напишите нужно ли нам снимать подобные фильмы еще но уже на другие темы связанные с грузовиками и помогите нам распространить это видео нам бы очень хотелось чтобы как можно больше людей познакомилась с истории компании scania подписывайтесь на наш канал и вы ничего не пропустите спасибо вам за просмотр всем пока